Временный светофор на путепроводе в створе Петербургского шоссе уже мигает желтым светом. То, о чем начиная с прошлой недели предупреждали жители областной столицы, свершится в субботу. Из-за ремонта Горобатого моста будет изменено движение транспорта. Вместо двух полос машинам выделят всего одну. Ездить по ней водителям придется поочередно. Речь идет о так называемом реверсе. Тверским автомобилистам подобная схема уже знакома. Она действует на участке проспекта Калинина. Движение по мосту будет регулироваться светофором. Утром в часы пика 180 секунд будет гореть зеленый свет в сторону города, куда наиболее интенсивное движение. В дневные часы будет равное количество времени по 90 секунд в обе стороны. В вечернее время будет 180 секунд из города. Расчет временных циклов светофора произведен лицензированной организацией и согласован с органами ГИБДД, подчеркивает представитель фирмы-подрядчика. Полностью избежать транспортных заторов, конечно, не удастся, но, по крайней мере, пробки не будут слишком длинными, говорит он. Максимум 30 автомобилей. Более напряженной ситуация обещает быть в ноябре, а именно с 8 по 12 число. В этот период запланировано 5 так называемых технологических окон, когда мост будет полностью перекрываться, причем не только для транспорта, но и для пешеходов. На период окон проход пешеходов будет осуществляться через железнодорожные пути. Мы поставим сигналистов, сделаем деревянные настилы. Движения поездов не будет, жизни пешеходов угрожать тоже ничего не будет. Точное время перекрытия моста пока неизвестно. Здесь все зависит от российских железных дорог, которые являются собственником сооружения и выступают в качестве заказчика работ. Но по предварительной информации, которой располагает подрядчик, технологические окна запланированы на период с 10 до 16 часов. Автомобилистам следует помнить и о других изменениях, связанных с ремонтом путепровода. Выезд на улицу Хромова с Санкт-Петербургского шоссе будет закрыт. Подъезд к домам, расположенные в районе Горбатого моста, будет осуществляться со стороны улицы Паши Савельевой. Призываем всех водителей быть внимательными, строго следовать требованиям временных дорожных знаков. Денис Ренов, Руслан Попов, Телеканал Пилот.